То, что произошла встреча в Минском формате, уже победа. Переговоры начаты. Да, они результативные, я считаю. Да, я считаю, что вернулись фактически ни с чем. Можно бесконечно говорить о том, что сотни людей сейчас, произойдет обмен, но у нас за период, пока будет длиться этот конфликт, погибнут тысячи. При этом с двух сторон. И я вам могу сказать, что для сверхдержав и даже участников нормандского формата, я вам могу сказать, что те сотни, которые вернутся домой, подарят радость семьям, да, и какую-то победу Зеленскому, но расходный материал. Это не то, ради чего встречались четыре главы государства. Я думаю, что договоренность должна была быть другой. Формально о чем нам говорят? Что не договорились, когда граница перейдет под контроль Украины. Потому что проводить выборы под дулами автоматов, и вот эта известная заезженная пластинка Порошенко и его сателлитов, которую мы слышали пять лет, она же не имеет под собой почвы. Я неоднократно говорил, и какое-то время даже многие политики это разделяли, о том, что выборы можно провести под наблюдением специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которая, давайте просто подумаем, да, мешает ли нам контроль над границей или нет. Зайдя на территорию неподконтрольных республик, в первую очередь установит, что вооруженного давления нет. Второе. Обеспечит всем политическим партиям, без исключения, равное участие в избирательных процессах. Будет восстановлено, да, вещание украинских телеканалов. Будут доступны средства массовой информации, имея в виду интернет-издание, печатная пресса. И все получат равный контакт с избирателями. Вот скажите, если такое обеспечить, выборы будут демократичными или нет? Волеизъявление можно таким образом защитить? Конечно же, можно. И это же не первый раз, когда ОБСЕ это делает. Но найден предлог, почему договоренности нет. Поэтому я считаю, что это не причина, это именно предлог. По поводу войны? И проблема совершенно в другом. Продолжение следует...